Продолжаем прочитывать главу 1 фарматистическая система качества и пункт 1.9. Контроль качества. Контроль качества является частью надлежащей производственной практики, связанной с отбором проб, спецификациями и проведением испытаний, а также с процедурами организации, документирования и выдачи разрешения на выпуск, гарантирующими, что фактически проведены все необходимые испытания и что материалы не будут разрешены для использования, а готовая продукция не будет допущена к реализации или поставке до тех пор, пока их качество не будет признано удовлетворительным. Основные требования к контролю качества. 1. Должны быть в наличии соответствующие помещения и оборудование, обученный персонал и утвержденные методики для отбора проб, контроля и испытаний исходных материалов, промежуточной, нерасфасованной и готовой продукции, а также при необходимости для мониторинга условий производственной среды, а также при необходимости для мониторинга условий производственной среды в целях выполнения требований настоящих правил. 2. Проведение отбора проб исходных и упаковочных материалов, промежуточной, нерасфасованной и готовой продукции назначенным персоналом в соответствии с утвержденными методиками. 3. Методы испытания должны пройти валидацию. 4. Должны быть составлены записи рукописным способом или с применением технических средств, документально подтверждающие, что все необходимые мероприятия по отбору проб, контролю и методикам испытаний действительно проведены. 5. Любые отклонения должны быть полностью оформлены документально и расследованы. 5. Готовая продукция должна содержать активные фармацевтические субстанции, соответствующие регистрационному досье по качественному и количественному составу. 6. Должна иметь требуемую чистоту, должна быть вложена в надлежащую упаковку и правильно промаркирована. 6. Записи, оформленные по результатам контроля и испытаний материалов, промежуточной и нерасфасованной и готовой продукции, должны быть официально сопоставлены с требованиями спецификаций. 7. Оценка продукции должна включать в себя обзор и оценку соответствующей производственной документации и оценку отклонений от производственных процедур. 7. Ни одна серия продукции не может быть разрешена для реализации или поставки до того, как уполномоченное лицо, согласно приложению номер 16, не удостоверит ее соответствие требованиям, установленным при государственной регистрации. 8. Восьмое. Необходимо сохранять достаточное количество контрольных образцов, исходных и упаковочных материалов и готовой продукции, которая позволит проводить испытания в будущем при необходимости, согласно приложению номер 19. 9. Образцы готовой продукции следует хранить в окончательной упаковке. В следующий раз мы продолжим прочитывать главу 1 фармацевтическое качество, но пункт уже будет 1.10. Обзор качества продукции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...